Дорогие наши подписчики, мы находимся у вольера с амурскими тиграми, у одного из многочисленных вольеров с амурскими тиграми в парке Львов-Тайган. Но, к сожалению, эти тигры, этот вольер стали знаменитой благодаря уголовному делу, которое возбуждено против руководства парка Тайган. Как вы знаете, когда молодая 20-летняя мама Анастасия Гнедина взяла своего малыша, которым был год и два месяца, и на вытянутых руках просунула вплотную к клетке с тиграми. И то ли оторвал палец фалангу, то ли действительно откусил тигр, хотя Гнедина говорит, что никакого тигра не было в суде на показаниях. Вот поэтому этот вольер печально стал знаменитый. Парк продолжает работать, и парк по-прежнему посещает многие десятки, даже сотни тысяч человек. И я рад, что таких мам, как Анастасия Гнедина, которые собственноручно могли бы вот так детей своих родных, близких и дорогих сердцу малышей подвергнуть такой опасности трагической и смертельной, что таких мам, к счастью, у нас нет. Никто такого, как Анастасия Гнедина, ни до нее, ни после нее себе не позволяет. Есть материнский инстинкт, есть чувство самосохранения, ну и чувство любви и заботы о своем малыше. Поэтому, ну вот мы находимся здесь, амурский тигр, да, таблички, они есть везде в парке. За ограждение заходить опасно. Неважно, какие ограждения здесь, это внимание, живот не могут кусаться, руки не совать. Эти таблички есть повсеместно, абсолютно около всех вольеров, где есть хищники. За этим не только смотрят там Росельхознадзор или там какие-то контролирующие органы, но за этим следят сотрудники, ответственные зоопарка. И всегда создавая тот иной вольер, мы обязательно информационными и предупреждающими табличками делаем все от нас зависящее, чтобы предупредить человека, что там находится хищное животное. Ну, к тому же, мы и конструктивно все предусматриваем, вы в интернете можете видеть часто видео, когда хищные звери хватают прямо за руки людей, там высовывая лапы, там, или можно просунуть руку. Здесь мы не можем просунуть руку туда, никак я взрослый человек, только когда я туда, видите, пальцы могу просунуть, только тогда возможен покус животным. Животное не реагирует на руки, на пальцы, не бросается, но когда ему дают 10-килограммового малыша, там, или 8-килограммового, то, возможно, хищник может принять это как за кусок мяса. Да уж, извините за мой зоологический термины, но природа есть природа, ее не обманешь. Это территория тигра, и если мы ему что-то сюда даем, то он это может принять за мясо и там рыкнуть или броситься, вот, и так далее. Так тигры ведут себя совершенно спокойно, и малышу совсем незачем смотреть его вот с этого расстояния. Он прекрасно, находясь на груди у матери, может наблюдать за поведением этой 300-килограммовой кошки, о которой он еще ничего в силу своего младенческого возраста абсолютно не знает. В этом деле, кстати, дорогие друзья, есть продвижение, и сегодня в Центральном суде города Симферополя, куда по решению Верховного суда передано уголовное дело на новое рассмотрение о покусе малыша годовалого, значит, назначено судебное заседание на 11 июля 2023 года на 11 часов. Будет буквально уже согласованы даже две даты с моими адвокатами, две даты заседаний 11 и 14 июля. Вот. Я обязан явиться, безусловно, я явлюсь, и будут обсуждаться, подниматься разные вопросы. Мне интересно, чтобы в этом деле была проведена по решению суда, конечно, экспертиза, и чтобы мнение специалистов было приобщено к суду. Как это могло произойти, что явилось причиной, какие нарушения со стороны родителей, какие нарушения со стороны парка Тайган руководства явились причинно-следственной связью для данного трагического происшествия в парке Тайган. Вот. Так что мы, безусловно, с адвокатом и будем, со своими адвокатами будем присутствовать на этом заседании 11 июля этого года в 11 часов в Центральном суде города Симферополя. Я не буду из этого дела делать секрета, поскольку именно, как вы знаете, из-за неправосудного, на мой взгляд, решения, ну, не на мой взгляд, а это решение отменил Верховный суд Крыма на основании апелляционных жалоб моих адвокатов. Но именно на основании неправосудного приговора я оказался в тюрьме и просидел 3 месяца. 3 месяца без меня работали в парке, и моя семья здесь сохраняли все, и поэтому это дело должно быть рассмотрено, я считаю, что открыто. Вот. И вся информация о данном уголовном деле будет размещаться на наших YouTube-каналах, которые освещают жизнь наших парков. Потому что ставки очень высоки, статья, по которой я обвиняюсь как руководитель в тот момент парка Тайган, предусматривает в том числе и уголовное решение, уголовное наказание путем лишения свободы. Вот. Поэтому будем внимательно изучать все вновь материалы этого дела и добиваться справедливого приговора, чтобы он соответствовал закону и самое главное, чтобы защита использовала все свои права по отстаиванию своей точки зрения и, как говорит пленум Верховного Суда Российской Федерации, без экспертных заключений, без экспертиз, без мнения специалистов рассмотрение данного дела невозможно. Сегодня мы в материалах дела имеем только одного специалиста. Это Дюмина Максим Витальевича Россельхознадзора, который делал аттестацию зоопарка, лицензирование. Этого крайне недостаточно для вынесения справедливого приговора. Потому что Дюмин Максим Витальевич, причем к нему уважением, он лицо заинтересованное. Он проводил 8 проверок, он заинтересован скрыть недостатки, в том числе работы своей, департамента своего. И здесь нужны независимые специалисты, которые бы сказали об этом вольере, который стоит уже больше 10 лет и в котором содержатся тигры, используя всю ту документацию, используя технические характеристики этого вольера, особенности физиологических тигра, свидетельские показания о поведении матери Гнедина Леона Витальевича. И эти уже заключения, чтобы легли на стол судьи и были основой для вынесения справедливого приговора. Спасибо, Олег Алексеевич. А я хотела сказать, сейчас пусть Олег Алексеевич давал интервью и не видел, что происходило сзади. Такой же вольер с тиграми, с таким же большим ограждением. И мужчина в белой рубашке перегнулся, засунул руки внутрь к тигам и спокойно развлекался. Знаете, совершенно не жалко, Татьяна, ну вот совершенно не жалко. Во-первых, есть ограждение предупреждающей таблички. Во-вторых, дядька, который я его не видел, но он наверняка взрослый, да? Когда человек, получивший образование, осмысленный, состоявшийся, делает какие-то глупости, то он вправе за них потом расплачиваться. Мне очень жалко, когда без смышленных детей, которые не в состоянии прочитать таблички, не знают ничего о поведении этих хищников. Когда они заложники ситуации и целиком полностью находятся в зависимости от поведения своих матерей, отцов, вот когда их туда суют вот так на вытянутых руках, это преступление. Преступление против собственного ребенка, преступление против администрации парка и тем самым подвержение к опасности смертельной своих малышей. Вот таких родителей в Европе привлекают к ответственности. Это правильно. Взрослый же человек, ну, хозяин своих пальцев. Ему запретить здесь совать пальцы. Он может дома в мясорубку всунуть, в розетку, куда угодно, в работающий ротор, под машину, ногу сунуть и так далее. На том мы и взрослые люди, что мы сами себя охраняем, сохраняем. Кругом опасностей вокруг нас очень много. А тем более на таких объектах, как зоопарки, это объекты повышенной опасности. Это прописано документально. И поэтому у нас идет и трансляция мерах безопасности. Всякий, кто способен слышать, услышит. Всякий, кто способен видеть, увидит. И всякий, кто способен хоть немножко, извините, думать, он будет думать, прежде чем гладить, совать вот этому тигру палец. То, что делаю я, Олег Зубков, создав свой зоопарк Сиди Львов и Тигров, никогда не пытайтесь повторить. Вы не Олег Зубков, вы не человек лев, вы и сотой, и тысячной доли не имеете, не обладаете теми знаниями, которыми обладаю я, и не обладаете талантом от природы чувствовать дикого зверя и его поведение. Поэтому не нужно этого повторять. Заведите дома себе кошку, вот с ней экспериментируйте там, ну, во всяком случае, получите там небольшой укус или царапины. А что касается больших хищников, то это уже чревато более трагическими последствиями для вас. Поэтому живите спокойно, радуйтесь природе, радуйтесь животным, но соблюдайте меры безопасности, и все будет в порядке. Спасибо огромное, друзья, а мы будем все вам показывать по этому делу. Оставайтесь на наших каналах.